В Кишиневе откроют офис НАТО. Премьер Павел Филипп вместе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом подписали об этом соглашение. Стороны не скрывали, что они очень довольны открывающимися перспективами и поздравили друг друга с этим замечательным событием. И все бы ничего, но в Молдове эту радость разделяют далеко не все. Настолько не все, что лидеры некоторых партий увидели в этом прямую угрозу нейтралитету, суверенитету и территориальной целостности. Так как же нам следует относиться к этому событию? Оно действительно опасно? И если да, то в какой мере? Разобраться в этом, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите Акчан ТВ. Здравствуйте. С удовольствием представляю моих гостей. Сегодня у меня в студии находится Влад Бетрынча, исполнительный секретарь партии социалистов, депутат парламента. Добрый вечер. И политолог Корнелию Чуря. И вас приветствую. Добрый вечер. Ну давайте сразу вот так определимся. Существуют те самые угрозы, о которых я сказала в самом начале программы. Корнелию. Ну, если... Нейтралитету, первонаперво. Это, конечно, как посмотреть на все. Это, конечно же, идея нейтралитета. И, кстати, я являюсь сторонником идеи нейтралитета Молдовы. Оно постоянно подвергается сомнению. И оно атакуется. Часто даже не открыто. Но разные группы, гражданское общество предъявляют претензии, несмотря на то, что вроде бы в обществе эта идея поддерживается. С другой стороны, конечно же, не совсем понятно, как простое бюро связи или офис НАТО может как-то помешать идее нейтралитета. Или этот офис является какой-то прямой угрозой. Это прямая угроза для нейтралитета. И у меня здесь все-таки существуют определенные сомнения. Мне кажется, что такой офис НАТО – это нечто новое. Нужно еще объяснять, чем он будет заниматься в Молдове. Но он не является каким-то военным учреждением, которое будет подрывать идеи нейтралитета в Молдове. Если к этому правильно отнестись, конечно же, если офис НАТО открывается для того, чтобы продолжить эту линию и в дальнейшем, тогда со временем это может стать угрозой. Но на данном этапе, принимая во внимание те условия, в которых мы находимся, и та поддержка нейтралитетов, которая есть в обществе, я думаю, такой офис не является угрозой. – Благодарю вас. Господин Бутрынча, вы являетесь членом той самой партии, которая увидела в этом шаге действительно опасность для Республики Молдова. Почему? – Я думаю, что против открытия Центра НАТО, против сотрудничества с Североатлантическим военным блоком выступает не только партия социалистов. Все опросы показывают, что более 80% молдавских граждан считают, что Республика Молдова должна оставаться нейтральным государством и ни в коем случае не сближаться с этим военным блоком. И я бы не стал недооценивать опасности этого всего, потому что те, кто говорят, ну ничего, открывается там какой-то центр. Мы видим расширение НАТО на восток, которые говорят, мы никуда не расширяемся, но мы видим размещение ракетных баз в Румынии, мы видим размещение в Болгарии, мы видим страны Прибалтики и так далее. И нас, безусловно, как людей, которые обсуждают будущее Республики Молдова, нас заботит вопрос, к чему ведет расширение этого военно-политического блока. Потому что НАТО – это военно-политический блок. Те, кто пытаются представить эту организацию как некого миротворца, я бы рекомендовал просто открыть сайт НАТО и прочитать устав этой организации, который говорит, что все участники этого военно-политического блока, они участвуют во всех военных кампаниях, независимо в какой точке мира они проходят. Что такое теперь нейтралитет, чтобы было понятно всем нашим телезрителям? Военный нейтралитет страны, постоянный военный нейтралитет страны, то, что предусматривает сегодня наша Конституция, предусматривает, что Республика Молдова не сотрудничает ни в одной из форм с какими бы то ни было в целом, не только с НАТО, военно-политическими блоками. Это говорит о том, что Республика Молдова не имеет никаких военно-политических амбиций, геополитических военных амбиций, и мы не хотим участвовать ни в каких военных операциях. Более того, хочу сказать, что правительство Филиппа нарушило, и это сказано в Декларации партии социалистов, правительство Филиппа нарушило не только Конституцию, которая черным по белому предусматривает нейтралитет, но и решение высшего органа власти в стране, парламента, который несколько месяцев назад по нашему требованию принял декларацию о постоянном нейтралитете, о незыблемости суверенитета и нейтралитета Республики Молдова. Соответственно, правительство Филиппа в данном случае нарушило и решение парламента. Соответственно, партия социалистов требует на основании, того, о чем мы говорили, требует отставки правительства Филиппа, и мы будем это делать в парламенте Республики Молдова. Они нарушили Конституцию, и они нарушили решение парламента. Господин Чуря, вот я понимаю вашу точку зрения. Вы сказали одну замечательную фразу. Все зависит от того, чем будет заниматься этот офис. Пока, на данный момент, мы можем руководствоваться декларациями официальных лиц. Как со стороны НАТО, так и со стороны Республики Молдова. Те, которые высказались, которые присутствовали при этом подписании. Я хотела бы, да, вот больше, наверное, для зрителей, зачитать некоторые эти комментарии. Вот смотрите, что сказал господин Столтенберг. Этот офис будет важным связующим элементом между НАТО и Молдовой. Это будет инструмент для прямого политического диалога, а также, внимание, инструмент укрепления вооруженных сил. У меня в этой связи очень простой вопрос. А зачем НАТО должен укреплять наши вооруженные силы? Ну это, конечно же, мы исходим из того, что это мы хотим провести определенные реформы наших военных ведомств и изменить состояние нашей армии. В этом смысле, я думаю, именно так нужно понимать это заявление. НАТО готово нам помочь. Вот мой коллега говорил о том, что НАТО является исключительно, скажем так, военно-политическим альянсом, блоком, в котором военная составляющая является главной. Не стану отрицать, хотя даже у российских политологов, экспертов есть такое мнение, что НАТО является такой структурой, которая продвигает, в первую очередь, экономические интересы США в военной области, продвигает определенного типа оружия, экспорт оружия. А какие это эксперты? Это оппозиционные эксперты? Нет, нет, нет. Это даже последние дискуссии на эту тему, на, ну, не вспомню, конференция, как называется, но которая проходила в Москве. И в этом смысле это очень эффективная организация, которая может завоевывать рынки и вот такие специфические рынки. И в этом смысле, если мы хотим, в этом смысле мы можем найти определенное соприкосновение интересов, в случае, если мы хотим на самом деле модернизировать нашу армию и сделать ее нормально, а не такая, какая она есть. И у нас в этом плане есть выбор, выбирать между российским оружием, между американским оружием, натовским оружием. И вот мы этим выбором можем воспользоваться. Ну, интересная такая у вас трактовка. Если говорить о рынках в целом, то я так понимаю, что правительство все-таки оно несколько так вот на восток стало, буквально дня два, как уже у нас есть. Ну, на шарахте. Да, у нас есть какое-то, появилось такое ощущение. Правда, вот, знаете, не примену напомнить, Влад, вот сейчас вы будете это комментировать, я попрошу вас об этом. Смотрите, как было подписано. Буквально на второй день после заседания той самой межправительственной комиссии, где впервые после долгих лет было достигнуто предварительное соглашение о том, что откроет Россия свой рынок для фитосанитарной продукции. Комментария два прошу. По поводу вооруженных сил, вот Столтенберг, зачем нам НАТО должны наши вооруженные силы как-то укреплять? И второе, не видите ли вы в этом все-таки некую антироссийскую такую нотку? Я еще раз повторюсь, военный нейтралитет Республики Молдова постоянный нейтралитет предусматривает, что у нас отсутствует законная возможность сотрудничества с военно-политическими блоками. И правительство Республики Молдова не имеет никаких законных полномочий для того, чтобы просить у генсека НАТО или чтобы генсек НАТО говорил о военной помощи Республики Молдова. Это нарушение Конституции, это нарушение закона. Безусловно, с тем предстоит разобраться, является ли это торпедированием, торпедированием неких внешнеполитических связей, которые сегодня Республика Молдова устанавливает с Российской Федерацией, для того, чтобы вернуть нам рынок сбыта, для того, чтобы помочь нашим мигрантам, для того, чтобы к нам в страну потекли хотя бы какие-то деньги от коммерции, чтобы мы могли оживить свою экономику. Да, это можно рассматривать и как торпедирование, потому что в тот момент, когда приходит президент, народ его избирает, который говорит очень четко, что мы промолдавские политики, но мы выступаем за то, чтобы восстановить отношения с Российской Федерацией, вернуть нам экспорт и начать зарабатывать деньги, для того, чтобы Молдова начал отдышать экономически. В этот момент тут идет и подписывает соглашение с НАТО. Безусловно, мы считаем это геополитическими игрищами. И мы каждый раз видим, что Республику Молдова не ведут по какому-то экономическому пути, а нас ведут по какому-то геополитическому пути, навязывая нам некие штампы, которые уже проверены, отработаны на других странах. Нам не нужен НАТО, нам надо восстановить свою экономику, нам надо хоть как-то поднять гражданам уровень жизни. Но не стоит сегодня на повестке Дня Филиппа, который собирается поднять пенсионный возраст, поднять цены на тарифы, социальный геноцид, не стоит сегодня вопрос о том, что нам надо перевооружаться. Для того, чтобы перевооружаться, в стране у нас должен быть ВВП, у нас должна быть экономика. А сегодня в условиях этой нищеты говорить о том, что мы опустили страну, и давайте кто-то придет нас вооружит. Это я повторюсь еще раз, и еще раз об этом мы будем говорить в парламенте, когда будем требовать отставку правительства. Это нарушение закона. Господин Чуря, вот как вы полагаете, как к этой идее отнесутся в России? Потому что совершенно понятно, что уже правительство признало, что нам необходимо налаживать там экономические связи. Ну вот при всех, значит, тех проблемах, которые существуют. И вы заговорили о том, что вот россияне так относятся хорошо к НАТО. Я вам скажу, что в России действует информационное бюро. Собственно говоря, это нечто, такой аналог, то, что действовало до сих пор в Республике Молдова. У нас есть центр информирования и документирования НАТО. То есть у нас есть структура. Почему не ограничиться ею? Ну, позвольте тогда уточнить определенные моменты. В Москве действует информационное бюро, кроме всего прочего, в Москве действует и миссия, дипломатическая миссия НАТО, которая находится в рамках бельгийского посольства. И эта миссия занимается там 13 дипломатов, из которых большинство военные. А знаете, кто занимается нашим центром информирования? Я знаю. Какое посольство? Нет, ну, разные. Я знаю, кто начал. Начали румынам. Конечно. А в Бельцах у нас есть тоже центр. Такое же, да. Этим занимаются поляки. Да. Насчет нашего центра, который был создан, по-моему, в 2007 году. Абсолютно точно. Центр по информации и документированию. Это неправительственная организация. То есть, вот этот центр, который был создан с помощью НАТО, и, конечно, НАТО курирует действия этого центра, все-таки статус такой, что связь этого центра с НАТО очень опосредованная. Поэтому НАТО продвигает вот такие идеи не только в Молдове, но и на Украине, и в Грузии, о образовании вот таких бюро или офисов. Он был сформирован и в Грузии, и в Украине. Здесь, господин Батронич абсолютно... И это не случайно очень выбор. Да. Господин Батронич правильно говорит. В нашем случае тут появляется проблема нейтралитета. И тут нужно, конечно же, интерпретировать, это ключевой вопрос, ключевая проблема, насколько идея постоянного нейтралитета не коррелирует с формированием вот такой дипломатической миссии, если ее понимать как дипломатическую миссию. С моей точки зрения... Пока никто так ее не позиционировал, только вот вы впервые об этом говорите. Миссии НАТО это представительство. НАТО в стране это не приехал танк, который... или это не формирование базы, это приехали дипломаты, многие из которых, да, носят, возможно, будут носить погоны. Но это они будут представлять НАТО как некое дипломатическое посольство этой организации. Тут статус нужно, конечно, уточнять, но я еще раз говорю, что с моей точки зрения мы находимся с НАТО давно, некоторые... Мы строим отношения с НАТО, мы в 95-м году, по-моему, вошли в партнерство ради мира, которое является, скажем так, структурой... И сказали большое спасибо за то, что они помогли утилизировать пестициды. Пестициды, да. То есть наши отношения с НАТО давно развиваются, и это является некой новой вехой. Тут нужно формирование этого бюро. И тут нужно понять, является ли это радикальным изменением. Кстати, это бюро еще неизвестно, если будет сформировано. Тут нужно говорить и про политические процедуры. Ну что вы, вы не в курсе. Господин Филипп поклялся прямо на той встрече, сказал, что он уверен, что будет проголосовано и в правительстве, и в парламенте. Значит, нужен голос парламента. Нет, я в курсе. Ну человек уверен. Ну понятно, но скажу, что в Украине два раза голосовали в парламенте за это. Первый раз они не собрали кворум. Второй раз им удалось. То есть, мы должны еще пройти через эти процедуры, а там, например, есть социал-демократическая платформа, в большинстве, которая может не поддержать эту идею. Мы видим, что... Вы так полагаете? Я предполагаю. То есть, я говорю о том, что эта процедура еще, с моей точки зрения, абсолютно не гарантирована, что будет. Да, интересная такая трактовка. У вас будет... К сожалению, не все так радужно и так дипломатично, как говорит господин Чуреп, потому что мы прекрасно сталкивались с дипломатическим ведомством НАТО. Есть примеры Югославии, Сирии, Ливии, Ирака, то есть, страны, которые дипломатии не могут до сих пор после бомбежек города поднять. Это, безусловно, не дипломатическое ведомство. Я все же таки хочу вернуться к той декларации, которую заявил сам генеральный секретарь НАТО, который говорит о том, что нам нужно перевооружать армию. К чему нас готовит целый генеральный секретарь НАТО, который сегодня говорит о недееспособности нашей армии. Мы запрашивали господину генеральному секретарю экспертизу наших военных мощностей. Мы запрашивали его экспертизу относительно того, готовы ли мы с кем-то воевать. Безусловно, в заявлении генерального секретаря НАТО не было никакой дипломатии. И что касается господина Филиппа, он наверняка просто не в курсе решения парламента, которая поддержала декларацию о постоянном нейтралитете Республики Молдова. Поэтому мы здесь с точки зрения правовой, потому что все вот такие непонятные, расплывчатые ситуации, их надо трактовать с позиции закона. Сегодня нет законодательства, нет законодательного поля в Республике Молдова, законного поля для того, чтобы кто-то извне, тем более целый генеральный секретарь альянса, который бомбит демократически независимые государства вместе с их суверенитетом национальным, для того, чтобы он давал какие-то политические оценки происходящим Молдове. У Молдовы, я повторюсь, нет военно-политических амбиций. Мы, молдаване, просто хотят иметь возможность производить свою продукцию, где-то ее продавать и зарабатывать деньги, для того, чтобы они могли здесь, в Молдове, растить своих детей. Нас втягивают в геополитические игрища по другим лекалам. По другим лекалам. Видите, приводится в пример Украина. Для нас Украина – это показатель того, как не надо поступать в Республике Молдова. Республика Молдова не должна становиться какой-то фишкой, какой-то пешкой в геополитических и тем более военных игрищах. Мы, безусловно, будем добиваться того, чтобы этот центр в Республике Молдова не был создан. Мы будем добиваться того, чтобы вообще ввести мораторий на все вот эти вещи, все эти разговоры относительно того, что вот Молдова должна стать частью. Вот нам приводят примеры стран Прибалтики, где распилили их флоты, распилили их производство, сельское хозяйство, зато им ракет подкинули. То же самое говорят о дипломатии, а в Румынии, между прочим, вот у нас здесь буквально 100-100 с лишним километров, ракетные комплексы стоят. Наверное, эти ракетные комплексы в перспективе будут импортировать или экспортировать дипломатию и демократию. Поэтому мы, вот имеем пример Румынии, мы имеем пример Украины. Задача Молдовы – сохранить свой нейтральный статус и не влазить ни в коем случае, ни в какие эти игры. Вот есть, я просто сейчас, господин Чуре, хотела бы напомнить один момент, почему не верят НАТО, да, потому что всех свежи еще заверения, что НАТО не будет расширяться на восток, но мы сейчас имеем то, что мы имеем, поэтому вот как бы мера доверия, она согласится, что она стала… И в чем они расширяются на восток, против потенциальной угрозы, что в Иране появится ядерное оружие, а почему-то ракеты нужны в Румынии и в Украине. Ну, да, есть такой момент. Мы заговорили с вами по поводу заявлений, я не могу отказать себе в удовольствии прочесть заявление господина Шалару. Это вообще, это обязательно. А кто это? Господин Шалару – это тот министр, которого, как уверяют социалисты, скоро они снимут с должности. Я правильно дала оценку? Очень правильно социалисту. Его надо не просто отстранить, его еще и посадить надо. Потому что они продали наши военные установки, те, которые остались от оккупантов, которые они говорят, вот они сейчас занимаются распилом на драгметаллы того, что им оставили в наследство оккупанта. Ну, я думаю, что мы будем свидетелями, как будет развиваться ситуация. Но я все-таки не откажу себя в этом удовольствии. Вот что он сказал. Открытие этого бюро было одним из приоритетов моего мандата на посту министра обороны. И он будет реальной поддержкой. А. В модернизации национальной армии. Б. Также всей системы национальной безопасности. И вот после этого все уверения в том, что придут гражданские люди. А Столтенберг сказал, что вы переживаете, друзья молодоване. Все сотрудники этого офиса будут гражданскими лицами. Они, я не знаю, вот если так послушать, у меня вообще создается впечатление, что нас уверяют, что это будет благотворительная такая вообще организация, которая будет только на нашу пользу работать. А вот Шавару как-то взял и спалил. Что называется? Это еще одна идея. Господин Шавару правильно сказал. Будут модернизировать армию, будут модернизировать систему национальной безопасности. У меня только вопрос. По натовским стандартам? Скорее всего, да. А как мы можем говорить о нейтралитете, если у нас армия по стандартам четко одного... Секунду. Четко по стандартам одного военного блока. Давайте мы, если бы мы взяли, например, представители ОДКБ и сказали, давайте вот нам и ваши стандарты нравятся, мы еще и натовцы послушайте. Знаете, не было бы никаких... Тут опять вопрос. Или-или. Да, вот. А почему-то у нас все время НАТО туда, знаете. А или у нас не бывает. Нет, не все время. Тут два комментария. В первую очередь мы используем, я так вижу ситуацию, мы используем НАТО и привлекаем, вот такими деликатными способами, привлекаем определенное присутствие НАТО в Молдове, потому что у нас есть российские войска в Приднестровье. То есть нужно создавать определенный баланс. То есть военная составляющая есть, если войска российские... А почему мы это делаем? Потому что статус нейтралитета не действует. Он юридически закреплен в нашей Конституции, но он международно не признан. И что самое печальное, он не действует. Он даже вот в таком состоянии, этот статус постоянного нейтралитета дает нам определенные преимущества. Получается, он не действует власть. Власть, получается, не уважает Конституцию, тот закон, раз у нас не здесь. Нет, как раз власть его более или менее признает и уважает. Но, к сожалению, международное сообщество этот принцип не принимает. И в этих условиях... Вот у нас есть войска на территории Молдовы. Миротворческий контингент. Два контингента. Один миротворческий, другой оперативная группа войск. Это ограниченный контингент. Да, группа войск. Можно его назвать? ОГРВ. Бывшая 14-я армия. Теперь, тут второй момент, который я хочу... Я, кстати, согласен с такой идеей, что мы должны прийти к тому, чтобы принять закон о постоянном нейтралитете. Мы должны описать, что это такое. У нас пока что такого закона нету. Хотя, разработки есть на эту тему. И этот закон должен быть очень тщательно разработан. В нем должно быть описано, каким способом мы сотрудничаем с договором о коллективной безопасности. С каким образом мы можем сотрудничать с другими военными структурами, включая НАТО. И все это должно быть детально разработано и проголосовано в парламенте. И тогда у нас таких дискуссий не будет. Потому что будет существовать такой закон. То есть, вы считаете, власть просто не знает, потому что неправильно трактует закон. Господин Батрынчев, вот как? Господин Чурик, кстати, очень верно сказал то, о чем говорят в кулуарах. И не только в кулуарах, но уже и открытым текстом многие наши политики, так скажем, право радикального фланга, о том, что вот есть, есть вот этот миротворческий контингент Приднестровья, и нам нужно привести НАТО. Но знаете, кто это говорит? Это говорит господин Шалару и же с ним. Вот из их вот этой бригады... Это говорят преимущественно правые партии и унионистов. Я объясню, но это те люди, которые стояли во главе Народного фронта когда-то, которые организовывали поход на Гагазию и которые спровоцировали конфликт на Днестре по национальным, политическим и другим принципам. И которые вот в своей неумелой, радикальной, узконационалистической повесткой дня спихнули народ вот по этим принципам. И то, что вот мы 25 лет не можем урегулировать. И вот те политики, которые спровоцировали этот конфликт на Днестре, в результате которого появился этот миротворческий контингент на основе стамбульских соглашений, то есть есть международные нормы, на основе которых они там на самом деле находятся. И вместо того, чтобы мы решали проблему принципиально об объединении двух берегов, чтобы у нас исчезла необходимость тому, чтобы находились на мосту между двумя реками какие-то миротворцы, чтобы мы начали жить как... И вот те же самые политики, как Шалару, которые спровоцировали эти конфликты, сегодня говорят, надо привезти НАТО для того, чтобы дать по голове кому-то там за рекой. И что спровоцирует Шалару? Опять гражданский конфликт. Кому он нужен? Шалару, у которого семья и бизнес, и недвижимость в Румынии. То есть он готов в любой момент с чемоданами куда-то, извините за выражение, свалить. А люди останутся конфликтовать. И сегодня Шалару, который спровоцировал этот конфликт на Днестре, он нам подсказывает, что нам надо перевооружить армию, чтобы мы могли дать преднестровцам непонятно что. Вот это очень опасно. Это проблема, которую надо обсуждать весьма деликатно. И лишь помирив два берега, объединив страну, мы сможем реально жить и без армии, и соблюсти свой нейтралитет. Но для решения этих проблем самое опасное, это такие политики, как Шалару. Нужен политический класс промолдавский, который сумеет объединить и два берега, и один народ, и одну страну, и не вести ее по пути вот этих геополитических НАТОвских игр. А НАТО, кстати, потому что там сидят аналитики, военные аналитики, они анализируют эти противоречия, которые между нами есть, двумя берегами, между политическими силами в Молдове, и умело играют на этих противоречиях. И НАТО проводит свою повестку дня. И есть удобные политики, через которых это можно делать. Но НАТО не приходит в Молдову для того, чтобы решить нам какие-то экономические проблемы, или бороться с нашей бедностью. НАТО лишь использует, наоборот, все проблемы нашего сегодняшнего положения, весь кризис для того, чтобы немножко расширить свои границы, ну, как они это говорят, к Ирану. Ну, короче, вы не верите в то, что НАТО приходит, чтобы причинять добро. Да? Вот так скажем. Для меня было важным в вашем комментарии, господин Чуря, то, что такой политолог, хороший политолог, как вы, вы, в принципе, вот сейчас уже пришли к тому моменту, что вы признаетесь здесь и видите военную составляющую. То, с чего мы начали, что это просто у нас такая вот гражданская миссия, будут люди, которые будут вот просто сидеть и перебирать бумажки. В принципе, давайте честно скажем, этого не будет. Есть определенные задачи, и эти задачи будут, значит, выполняться. Но как это будет, как это скажется на преднестровском регулировании? Ну, давайте подумаем. Если власть действительно хочет преднестровского регулирования. Нет, еще раз, я не вижу большой опасности в существовании вот такой дипломатической миссии. Вы можете назвать ее как угодно, но это никоим образом не будет казармой с военными и с вооружением. Нет, ну любая дипломатическая миссия, что у нас предусматривает? Должен быть посол. Вот будет представитель. Ну, вот да, но у нас никто, по крайней мере, из тех документов. Я не вижу, что там будет посольство. Если речь идет о каком-то привлечении, приглашении военных, которые приедут с вооружением и будут здесь находиться на казарменной основе, то это никоим образом не будет относиться вот к этому бюро. Оно так и называется, Лайозон бюро, то есть офис, бюро связи. Оно, ну, конечно, название не описывает все, чем оно будет заниматься. Вопросы национальной безопасности, моменты очень такие деликатные. И, естественно, определенное западное влияние через эту миссию, конечно же, будет. Западное, атлантическое влияние. Прекрасно. Это бесспорно, но также мы должны признавать, что есть и восточное влияние на наши структуры национальной безопасности. Господин Чуряш, что у нас есть от ОДКБ? От ОДКБ у нас есть, нет, от ОДКБ, от Москвы у нас есть ограниченный контингент войск и контроль Приднестровья. Это несопоставимо. Я именно об этом говорю. Вот людям некоторым, вот выгодно иногда как бы смотреть, вот вся страна, а я сейчас говорю о правобережье. Вот у нас есть совместное учение с натовцами, вот с различными структурами НАТО? Ну, с американцами проходят. Назовите мне хоть одно учение, где бы участвовали наши солдаты с представителями ОДКБ. Нету. Нету. В последнее время, возможно, раньше было. Почему? Знаете, как это проходит, как они объединяют НАТО и ОДКБ, вот ту технику, которая осталась от советских ненавистных оккупантов, которые построили это все, да, вот эту технику перестроили, наперекрасили в натовские цвета, и сегодня она дефилирует, дефилирует эта техника на парадах в натовских раскрасть, хотя это советская техника. Но это в порядке шутки, но я вам хочу сказать, раскрыть некоторые скобки, вот что касается Приднестровья. Вот те политики, которые заявляют о НАТО, и которые проводят вот эту узко-радикальную повестку дня, они же говорят открытым текстом, в том числе и это не только Шалар, тот же Басецкий об этом говорил, что границу они уже согласны провести и по Днестру. Да, говорят. То есть они уже сегодня и морально-психологически, и политически готовы отрезать тот регион, заблокировать его с двух сторон, с Украиной, но только для того, чтобы Молдова пошла вот в западном направлении, в тех лекалах, которые им нужны. И эти политики об этом говорят абсолютно открыто, о том, что Приднестровье потеряно, что там вы родились, что там непонятно вообще кто живет и так далее. А мы говорим о том, что там живут наши граждане, там живут наши братья, близкие и люди, которые могут и хотят объединиться с нами, для того, чтобы у нас была единая экономика, единая страна, у которой будет уровень жизни. И что касается дипломатии, о которой вы задали вопрос, Людмила, до открытия посольств, до открытия дипломатических миссий, которые занимаются в чистом виде дипломатии, дипломатической работой. Да, это целая структура. Они уже год с лишним ведут военные учения дипломатические в Рыжканском районе, под Бельцами, в Аненском районе. И что очень интересно, у них уже вот эти учения проходили в этом году, кажется, Албастре, по-моему, я забыл номер части, здесь в Кишиневе. Это когда не 9 мая, когда, ну вот есть наши традиции, есть наша история, вот такая какая она есть, не всем она нравится, но 9 мая, вот люди проводят парад, потому что День Победы, который освободил Европу. И вот мент, они хотели, 8 числа они загнали технику, технику, это тяжелую НАТО, на главную площадь страны, и 8 мая мы вышли, большим протестом и предупредили, что 9-го здесь будут тысячи людей провоцировать. Они знаете, с чем оправдывались? Они оправдывались тем, что россиян тоже приглашали, они не приехали, надо приехало, вот так. Если бы здесь хотя бы кто-то намекнул о том, что у нас могут быть совместные учения с УДКБ, с Российской Федерацией, здесь бы поднялся такой хай через эти сотни организаций, которые финансируются СОРОСом, через все эти структуры, западные посольства, что было бы не продохнуть. Но когда НАТО приезжает сюда и проводит военные учения с тяжелой техникой, с взрывчатыми веществами и так далее, к этому относятся абсолютно нормально. Вот мы и говорим о том, что мы сами должны решить внутреннюю проблему в Приднестровье, мы сами должны выстроить свою страну, и нам не нужны ничьи войска. Мы ни в коем случае не являемся адвокатами той или иной стороны. В Молдове не должно быть ничьих войск, ни миротворческих никаких, мы сами готовы обеспечить этот мир, но людям надо дать жить мирно. Но пока есть такие политики, как Шалару, Басецкую и Ижесними, которые открыто говорят, что приднестровцы это потерянные люди, проведем границу, здесь поставим базу НАТО, и пусть как румынам нам дадут какие-то ракеты. Это очень опасная риторика. Да, они пытаются сейчас коагулировать, вернуть все эти 10% утраченного униянистского электората, для того, чтобы они сидели в парламенте еще какой-то срок. Но вот эти их игрищи, они слишком опасны для всего населения. Я думаю, что нельзя недооценивать и наших граждан. Если более 80% граждан выступают против НАТО, но наши граждане читают газеты, интернет, они понимают, они видят, чем занимается НАТО в тех странах, которые я ранее перечислял. Люди это не хотят в Молдове. К этой нищете давайте добавим еще и такие угрозы, как какие-то военные конфликты. Это и Шалару, который готов ради того, чтобы сейчас создать вот такую партию, потому что, вы видели, он уже вчера атаковал ГИМПу. Ради того, чтобы у него была какая-то политическая повестка дня для партии, вот он фактически занимается этими провокациями. То есть вы увидели в этом и политику. Господин Чуря, вы так слушали, я видела несколько раз, хотели возражать по этому поводу. Ну как, я в первую очередь возражу только по поводу нашего сотрудничества с ОДКБ. Да, мы мало сотрудничаем, даже не знаю, если вообще сотрудничаем. Вообще не сотрудничаем. Да, мы на заседания даже не ходим, вот по СНГ уезжают. Нужно видеть сбалансированно вещи. Ведь да, мы проводим учения с американскими солдатами, никто не отрицает. Но ведь преднестровцы проводят учения, кстати, неразрешенные с нашей стороны, с российскими солдатами. Ведь вот я об этом и говорю, что все равно, если ты должен проводить какую-то внешнюю политику, ты должен создавать определенные альянсы. Потому что нас не устраивает ситуация, которая возникла в Приднестровье. И поэтому нужно создавать этот баланс. Но в то же время, конечно, он должен быть создан очень осторожно, чтобы не нарушить принцип нейтралитета. Потому что нам нужно его сначала точно определить, и для этого нужен закон. Потому что если мы нарушаем принцип нейтралитета, тогда ситуация, которая... Вот о чем вы говорите, извините, господин Чурья, это не нейтралитет? Нет, это нейтралитет. Это участие в военном блоке? Я занимался этим вопросом. Значит, нейтралитет не является несопоставимым с учениями, с определенными армиями. С военным сотрудничеством. Это называется военное сотрудничество. Военное сотрудничество не входит в блок. Нейтралитет отрицает военное сотрудничество. Поэтому нужно определять. У нейтралитета есть несколько составляющих. Это не позволять армиям чужой страны проходить через территорию своей страны. Не быть просто частью какого-то блока. И еще несколько элементов. Но сотрудничество... Не участвует в военных операциях. Не участвует в военных операциях. Когда идет война. А просто учение. Нейтральная страна может участвовать в этом. Что делали молдавский военный контингент в Ираке? Если это... Опять, это вопрос, который для этого закона. Нейтральная страна может выслать своих граждан в Бират? Швеция нейтральная страна, которая участвует в такого рода операции. Если мы не хотим этого, то мы должны закон выпустить, в котором мы опишем. Мы нейтральная страна, которая в отличие от Швеции не будем участвовать в операциях, который Совет по безопасности дает добро. Закон не может быть выше, чем конституционная норма. Конституционная норма первична. Закон и вторичная нормативная база. Конституция говорит, что мы нейтральная страна. Нейтралитет предусматривает. Не участвует в военных блоках. Если парламент опять попробует через вот это вот... Большинство, созданное из какого-то политического фарша, попытается принять закон, который интерпретирует Конституцию, то будет неконституционно. Именно так и нужно. Потому что сегодня они понимают, что у них нет большинства для изменений в Конституции. Давайте мы примем какой-то закон, который будет интерпретировать ту или иную норму. Но в международной практике с нас будут смеяться все эксперты. Потому что нейтралитет имеет очень четко предусмотренные категории. Меня смущает в этой ситуации то, что нам в очередной раз для того, чтобы выполнять положение прежнего закона, нам нужен новый закон. Потому что у нас не могут понять люди, как у нас, собственно говоря, прописано в этом старом законе. И вот если мы не хотим понять, мы не можем понять, что такое нейтралитет, то вы представляете, у нас и в Конституции это будет записано. У нас тот закон, который принял парламент. А давайте еще примем третий закон. Чтобы вы поняли, насколько сложен этот момент. В 2011 или 2012 году через территорию Молдова пролетел самолет с оружием, который долетел, по-моему, в Ереван. Вот это был момент нарушения нашего нейтралитета или нет? Об этом случае говорили, как о моменте коррупции. А тут ставится вопрос о нейтралитете. Имеет право вот такой самолет, не нам принадлежащий, или даже нам, чтобы мы имеем право вот так вооружать страну, которая находится в войне, в состоянии почти войны с другой страной. Вот это все нужно описывать. Иначе мы не разберемся без определенного... У меня есть сомнения в отношении того, знает или не знает господин Шалару, что такое нейтралитет. Я уверен, что не знает. Не знает, да? Это плохо для министра обороны. Я не собираюсь защищать Шалару. Шалару, с моей точки зрения, он тоже провоцирует. Я согласен, он больше занимается политикой, чем обороной, к сожалению. Но я говорю про определенные принципиальные моменты. Хорошо. Господин Чуря, вот такой момент. Вот то, что сейчас это было вот так подписано до вступления в должность официально, да, новоизбранного президента. Вы видите в этом некий такой политический момент, чтобы это вот... Потому что некоторые прямо говорят, что это чтобы быстренько это дело провернуть, пока президентом не стал Додон, который потом это просто не промульгирует. И это все знают, что не промульгирует. Возможно, это и есть фактор, хотя я не вижу технически, как можно обойти господина Додона. Но, к сожалению, у господина Додона, или к счастью для некоторых, у господина Додона нет особых полномочий для того, чтобы блокировать как президент этот процесс, как партия социалистов в парламенте. Ведь процедура следующая, подписание этого договора, потом он, этот договор должен, соглашение должно быть ратифицировано в парламенте. И потом уже, естественная процедура, идет закон, если он проголосован президенту для промульгирования, если он его возвращает, то еще раз, то есть господин Додон, насколько я понимаю, может один раз его отвергнуть и послать обратно парламенту для повторного голосования. И там уже как бог даст. Но во второй раз... Я поняла. А как бог даст, господин Батрынч? Вот такая схема. Ну вот господин Чурья рассуждает. Но мы не будем раскрывать все скобки. Конечно, мы видим о том, что вот это вот пестрое парламентское большинство, которое руководится чем угодно, но только не законами этой страны. Мы видим, как они интерпретируют каким угодно любые консионные нормы. Конечно, мы понимаем, что это шулерская практика. Вот народ избрал президента, и рекордная была явка, еще никогда так много политик голосов не получал, потому что, наверное, народ разбирается, за кого он голосовал, потому что президент говорил, что Республика Молдова не должна становиться ни в коем случае частью военного блока НАТО и любых других военных блоков. И сегодня кто-то пытается, опережая на поворотах инаугурацию президента, кто-то пытается забрать СППС и так далее. Но мы прекрасно уже изучили за эти годы эти шулерские приемы, но я уверен, что у нас есть в багаже свои домашние заготовки. То есть мы тоже каким-то образом видим ту и законотворческую деятельность в парламенте. Мы видим, как президент будет взаимодействовать с парламентом и с другими службами. И мы будем проводить свою повестку дня, я сегодня не могу раскрывать все скобки, но президент обязательно разберется и с Шалару, и обязательно разберется и с Филиппом, и с многими другими чиновниками, которые сегодня не соблюдают закон. У нас есть конституция, которая выше всех законов. Конституция очень четко предусматривает в своих положениях, что народ суверенен, и народ через своих избранников руководит. И если народ избрал президента, и если народ выступает за какие-то вещи, мы будем всеми формами отстаивать эти права. Что касается НАТО, я еще раз резюмирую, большинство граждан против. Нельзя навязывать людям то, что они хотят. Ну да, с этим господин Чуря, кстати, не спорит. И даже в парламенте, даже демократическая партия, даже партия коммунистов, все, кроме либералов, в общем, они же проголосовали за статус постоянного нейтралитета. Знаете, что меня напрягло? Я думаю, что депутаты парламента, которые поднимали руку за постоянный нейтралитет, но они-то понимают больше, чем шалару, что такое нейтралитет и что такое НАТО. Я вот смею на это надеяться, но сейчас вот я вернусь к той фразе, которую сказал вначале господин Чуря. Господин Чуря редко что просто так что-то говорит. Он сказал, он сказал так. Откуда вы знаете, что в парламенте будет проголосовано? Есть социал-демократическая платформа, есть, значит, там еще, возможно, ряд депутатов. Если так, как вы тоже говорите, что не все депутаты к этому расположены, то получается, что власть в очередной раз сделала очень красивый такой фильм, такой реверант. Знаете, оно вроде как там подписало, а с другой стороны сказали, ну вот и парламент у нас как бы это не сделал. Знаете, и как бы там не виноваты. И в то же время проявили хитрость. Есть такой вариант? Ну, знаете, есть одно выражение, оно, к сожалению, не для телевизионной студии. А вы скажите про два стула, но оно для телевизионной. Но те, кто сидит на нескольких стульях, они рискуют заработать себе производственную травму разных мест. Да, и поэтому... Ну почему же? Именно тех мест, которые сидят на этом стуле. Да, вы раскрыли скобки. Скажем так. Но, безусловно, это может пройти раз-два, но нельзя постоянно сидеть на нескольких стульях. Они в итоге, в итоге и Запад, и Восток, и все абсолютно партнеры видят, видят их лицо. И поэтому надо иметь какие-то принципы. И, в конечном итоге, в краткосрочной перспективе отсутствие принципов и шулерства может приносить какие-то сиюминутные результаты. Но в средней и долгосрочной перспективе все равно это шулерство, оно будет санкционировано. И в любом случае их санкционируют избиратели, их санкционируют внешние партнеры и так далее. И мы видим, как Республика Молдова долго находилась без внешнего финансирования. Мы видим, что Республика Молдова сегодня находится в поле зрения, банковские хищения у разных международных правовых институтов, организаций и так далее. И в конечном итоге, сколько веревочки не виться, а шалару все равно сидеть. Мы сегодня говорим о НАТО, будут и другие темы. Господин Чуя, вот власть такая коварная. Дай Бог, чтобы она была коварной. Я, конечно, не являюсь ни депутатом, ни дипломатом, мне позволительно это говорить. Я вот прокомментирую то, что было сказано. Я считаю, что мы окружены шулерами, причем очень большими шулерами, которыми часто играют не по правилам. И если с ними играть по правилам, то, извините, мы будем постоянно проигрывать, потому что шулера не обыграть честно. Поэтому мы тоже должны вести определенную коварную, хитрую игру, умную игру. Мы должны создавать балансы, о котором я говорил. Да, сидеть на двух стульях неудобно. Можно заработать производственную травму. Но, а не сидеть на двух стульях, это вообще-то... Вот Украина не усидела на двух стульях. Она решила посидеть на одном стуле. И вот что из этого вышло. Поэтому я думаю, что вот эта политика... А, я поняла, в чем проблема. Знаете, в чем проблема? Проблема не в том, что нужно сидеть на двух стульях. Проблема в том, чтобы честно говорить. И той, и другой стороне. Ну, разные вещи. Что мы будем сидеть... Честно говорить, но разные вещи. Нет. Важно честно говорить, что мы будем сидеть на двух стульях. Вот в этом корень проблем. А когда ты пытаешься говорить, мы только на этом стуле сидим одним, а другим нет, мы только на Вот так мы, извините, не варианты. Я считаю, что мы не должны сидеть ни на восточном, ни на западном стуле. Мы должны сидеть на своем молдавском стуле. И мы должны очень четко видеть, в чем наши национальные интересы на Востоке и на Западе. Если на Востоке наши экономические интересы, надо западному стулу говорить. Не мешайте нам строить экономические взаимоотношения. Если на Западе нас интересуют какие-то стандарты юстиции, то мы должны ими пользоваться. Но мы ни в коем случае не должны пытаться на этих стульях. Они-то не в Молдове, эти стулья. Мы должны понять, что у нас стул, он здесь. И никто не придет, не накормит нас. Никто за нас не примет закон и не наведет в стране порядок. Зравится мне наша аллегория со стульями. Но господин Чулик, кстати, очень верно описал, в чем очень емко, я даю ему должное, очень емко описал тот концепт внешнеполитической деятельности нынешней власти. Знаете... Но вы поймите, мы никого, кроме самих себя, этим не обманываем. Да, я соглашусь. Они знают, Запад знает, что происходит с Востоком, Восток знает, что происходит с Западом. И в итоге и те, и те используют нас в какой-то своей повестке дня, но не в повестке дня Республики Молдова. Именно в том, что хорошая у нас такая аллегория со стульями, да, но я тут и закончу этим же. Я скажу, знаете, на мой взгляд, что мы делали, мы даже не пытались усидеть. Мы как в бессмертном произведении, да, Ильфа и Петрова, мы в каждом стуле пытались найти бриллиант. Я должен вам сказать, в отличие от Украины и Грузии, мы усидели. В отличие от Украины и Грузии, мы усидели. Время покажет. Я не стала бы так смотреть на вещи оптимистично, но всем ценно эта передача, где мы разбираемся. И у нас название неспроста «Дело принципа», здесь разные точки зрения. И «Дело принципа» разобраться на самом деле, кто из нас прав. Так, благодарю вас за участие. Спасибо, что пришли. И мы с вами спорили, и мне кажется, что неплохая получилась передача. Спасибо вам большое. Вы смотрели «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры создавал DimaTorzok